По словам Тарма Баклера, председателя правления Идовируской центральной больницы, с 2019 по 2021 год в Идовируской центральной больнице завершится этап строительства двух новых корпусов, где будут располагаться диагностические службы, лаборатория, патология, амбулаторные услуги, палаты терапевтических служб и многое другое. Напомним, что проект «Пристройка Идовируской центральной больницы» начался в мае 2007 года. Его осуществление поддержал Европейский фонд регионального развития. В новом корпусе будут все-таки те отделения, которые уже и сегодня в составе больницы. Мы сегодня все-таки имеем все услуги, все отделения, все возможности для лечения диагностики, которой мы сейчас нуждаемся. Просто некоторые помещения сегодня не соответствуют современным требованиям. Самые большие квадратные метры пойдут на палаты терапевтических отделений, так как терапия, кардиология, пульмонология, неврология и инфекционные болезни сегодня в таких палатах, которые, может быть, были как стандартные в прошлом веке. Но для нового века мы все знаем, что и люди, которые в больнице, и наш персонал нуждаются в современном условии. В течение ближайших четырех лет в реновацию и расширение и довирусской центральной больницы будет инвестировано 15 миллионов евро. Соответствующее решение было достигнуто на переговорах по стратегии планирования государственного бюджета. Вторая группа помещений – это диагностические службы, как лаборатория и патология. И еще мы нуждаемся дополнительных площадей для хозяйственных отделений. Например, и кухня-больница сегодня нуждаются в новых помещениях. И это как один часть новой пристройки. Вторая часть будет связана все-таки амбулаторными услугами. И в части города Ахтме будет современная поликлиника, где работают вместе и семейные врачи, и врачи-специалисты. «Усовершенствованная и довирусская центральная больница будет оказывать жителям лучшие медицинские услуги», – резюмировал Тармо Баклер.